Приветствую вас. Я думаю, что и я, и большинство моих коллег будут солидарны в том, что для начала необходимо вам до конца прожить и отпустить травму произошедшего с вами, а именно измена мужа. Основная проблема даже не в том, что вам изменил мужа, а в том, какие выводы относительно себя вы сделали из-за этого. То есть, как изменились ваши представления из-за этого, и какой опыт вы получили. Дело в том, что измена мужа вследствие определенного кризиса в отношениях как между вами, так и у человека самим собой. Это тоже кризис. И потому вряд ли можно говорить о том, что измена мужа это прямо-таки целиком действия, направленных на то, чтобы вас оскорбить, чтобы вас унизить, чтобы вас принизить, чтобы вас задеть и прочее. Но, тем не менее, вы именно это и сделали. Вы оскорбились, вы унизились и из-за этого вы теперь пытаетесь себя защитить. Так что, первое, это анализ ваших отношений с мужем, чтобы прийти к пониманию, вследствие чего произошла измена, потому что измена это ответственность обоих людей. Дальше. Значит, следующее, это корректирование своих представлений о себе в результате измены. Вот. Ну и, вероятно, обращивание некоторых мод, которые с этим остались. Дальше. Вообще-то говоря, не очень понятно, не очень понятен смысл и цель того, что вы делаете. А именно, ищите себе партнера для жизни. Ну, собственно, партнер для жизни вам не нужен. Вы живете так. Поиск партнера, тем более, на сайте знакомств тоже весьма сомнительное занятие. И вот почему? На подобных ресурсах люди воспринимают друг друга как товар. И вряд ли между ними есть что-то общее. А отношения по-настоящему серьезные и полноценные, лучше всего строить в реальном мире на основе своей собственной деятельности, что ибо служит фундаментом для отношений. Но здесь нужно определиться с целью. Вы говорите, что я хочу найти партнера для жизни. Я спрашиваю вас, что ли такое партнера для жизни. Вы говорите, мой ли это человек или нет? Что же? Вопрос. Что такое мой человек? Что вы понимаете? Ведь человек не вещь, не предмет. Он не может быть чьим-то. Он не может быть вашим. Здесь встает вопрос о доверии. Дело в том, что вы, на мой взгляд, пытаетесь вопрос доверия перенести на своего партнера. То есть вы доверяете партнеру до тех пор, пока он делает то или иное. Но дело в том, что мы все люди, и все люди склонны ошибаться. У нас же доверие рано или поздно будет потеряно. И вы, скорее всего, повторите в той или иной степени историю со своим мужем. Чтобы этого не произошло, имеет смысл пересмотреть сами принципы построения доверительных отношений. И ключевой фигурой в этом сделать не другого человека, а вас, чтобы вы опирались на себя в вопросах доверия, чтобы вы опирались только на себя в вопросах того, что касается доверия. Что касается оценки мужчин, то оценивать мужчин вообще не стоит, потому что ни один человек не способен в полной мере оценить себя самого, не то, что других людей. Поэтому оценить мужчин не нужно. Вместе с этим оценка мужчин вообще является деструкцией, потому что вы не видите людей и вы не видите личностей, получается, в мужчине, а человек это в первую очередь человек и личность, только потом это мужчина. Вот, мне понятно, что есть люди, которые ведут себя исключительно как представители своего гендера, но если мы говорим про серьезные отношения, то здесь вот именно так и только так. Вместе с тем, нужно заметить, что на сайтах знакомств люди именно ведут себя в гендерные точки зрения, потому что, как я и сказал, там друг друга все воспринимают как товар. Вот. А вот, в принципе, то, что я хотел сказать. Дальше. А как узнать своего единственного, прежде всего? Ну, как вам стало понятно из моего ответа уже, у вас не совсем верные представления об отношениях. И, соответственно, само понятие узнать своего единственного, да, само выражение, оно лишено всякого смысла, потому что вашего единственного нет и узнать его вы не сможете. Это такое ощущение, что вам отчаянно чего-то не хватает, вы пытаетесь найти человека, который вам обретал. Это так не работает. Здоровые отношения так не устраиваются, не устраиваются. Напротив, так устраиваются зависимые и не совсем здоровые отношения. Потому что нужно решить ваши личностные проблемы, стать более уверенные в себе, возможно, поисследовать возможности реализации вашей, и все само собой наладится. Отношения не могут быть самоцелее, как и человек. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.